Единственный момент, когда открытый магазин в воскресенье, это воскресенье в камне, когда они приобретают подарки, поэтому в большинстве магазинов это 80 лет, в том числе и самые большие. Так, о чем еще можно сказать? Во Франции вас это удивит, в Париже, особенно после Москвы, опять-таки, очень важно удивить, что подсветка зданий, она весьма минималистична. Это не из-за дизайна, это всего лишь сделано в целых экономиях. И, условно, вот сюда, что банально для День Метру, чтобы достойно освещать в Париже, а внутри Париже такая небольшая композиция. Место будет очень хороша, но когда вы увидите, поскольку она слабенькая, может, это тоже вас удивит. Так, что еще я в своем списке отметила? Так, Французское метро. Французское метро это День Метро. Она очень практичная периода. Станций гораздо больше, чем в Москве. Но, при этом, метро, вот, страшно красиво, ничего вообще с московским. Метро заплеван на, ну, вы понимаете, чем я, заплеван на новости совершенно. Иногда проходишь до какого-нибудь длинного коридора, подбираешь воздух, чтобы не вдыхать. Потому что там подбирается курсор. Клошары закладывают уже все метро. Но, нужно знать еще, что в Париже нет никаких, как бы, натирательных порядков. Никто за этим и следит. В крайнем случае, можно нажать на кнопку, можно качать на странице. И иногда можно ездить в полицию, чтобы не качать на метро. Поэтому в Французском метро будьте особенно спорожны. Здесь есть банды румынок. Банды девочек-румынок. Я их видела в ближнем нескольких раз. Они на вас налетаются все с того, и они у вас все в бесплате приходят. Кроме того, их даже если удается листовать, их отпускают на следующий день, потому что в днике не сочетали. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны. Не вывешивайте так явно ваши какие-то фотоаппараты, видеокамеры. Пусть все ваши дорогие вещи будут у вас в глаза. Кроме того, отвратительное устройство метро, это то, что почти нет эскалаторов, идущих вниз. То есть, эскалаторы идут вверх, прекрасно. Но когда вы должны с чемоданом спрутиться по лестнице, я желаю вам удачи. Это действительно не самое приятное. Эскалатор, идущих вниз, почти, я не видел никогда. Это тоже можно узнать. В крайнем случае, иногда можно увидеть лифты, когда совсем глубокая станция, большая, типа Сен-Мишен, или там Сен-Тель, но это большая лестница. И в большинстве случаев вам придется перейти в свой чемодан, внизу, полезно.